Смотрим видео за 675 рублей. Всем привет! После того, как я снял свою реакцию на трейлер Ведьмака Нетфликсовского, меня постоянно просят снять, и даже друзья спрашивают, мнение высказать по поводу любительского, фанатского проекта, который тоже снимается по Ведьмаку. Типа, чувак, там всё гораздо лучше выглядит. Это не выглядит лучше, это выглядит, как будто какие-то говнови собрались на лужайке драться деревянными мечами, какие-то толкинисты или, в данном случае, сапковисты. Я не знаю, это их говно. Серьезно, любые фанатские проекты — это просто унылое говно, и они даже никогда до релиза не доживают. Если доживают, то выглядят как любительский говновисер. Поэтому я не знаю, какое мнение можно записывать об этой параше, это ужас. Лучше давайте посмотрим на нечто профессиональное, на нечто по-настоящему крутое. Это тот самый трейлер российского сериала от НТВ про Чернобыль. Наш ответ HBO, мы уже знали, что он планируется к выходу. Мы слышали анонсы, слышали рассказы о том, что всё будет по секретным документам, что теперь нам покажут всю правду вместо этого чернушного антироссийского русофобского сериала от HBO. Мы теперь узнаем, как всё было на самом деле, и посмотрим на величайшую игру отечественных актёров и всё такое. Ну то есть это наш ответ. Я смотрел просто это видео, прямо перед стримом посмотрел, пока за зубами ухаживал. Я себе купил зубную нить, купил полоскалку для рта, а теперь я вот всю процедуру ритуальную американскую прохожу каждый раз, утром и вечером. ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ Вот раз 12 минут зачу. Запада, я не знаю, ну типа, на самом деле, откуда появились такие заявления, потому что вершина нашего сериала «Делание» — это какие-нибудь «Ментовские воины 7» или какой-нибудь там «Глухарь». Ну ладно, «Глухарь» ещё был не настолько плох, но вы поняли, короче. И откуда появляется какой-то гонор относительно того, что что-то снимем, какой-то ответ. Это, кстати, не единственный проект, который планируется относительно «Чернобыльской катастрофы». Ещё Козловский что-то там снимает, я слышал, но там пока ещё трейлера нет, а здесь есть. Давайте заоценим. Амальгама, прошу прощения. Есть такое вещество — амальгама. Оно не отражает свет. Заставка как у порно-студии. Надеюсь, что я стану важнее, чем твоя работа. Аж храм остался. Мы станем. Актёрская игра просто великолепная. Я так понимаю, главный актёр... Я даже не понял, что он сказал. А это постаревший... Это постаревший актёр из «Водителя для век», что ли? Нихуя себе. Или это другой актёр, просто выглядит как постаревшая версия того актёра. Насколько я понял, это довольно уважаемый актёр, и он всё время с таким лицом, как будто у него настоящую семью, не сериальную, а настоящую взяли в заложники, чтобы он этим снимался. Поэтому он даже не хочет членораздельно выговаривать звуки какие-то. Он, типа, как, знаете, прошедший актёрское мастерство Леонида Брежнева. Но это серьёзный уровень, конечно. И сразу видно, что сцена... А актриса — это дочь Михалкова, да. Которая... Покажи, сиськи! ...снималась, я не знаю, на дачу у самого актёра, возможно, возможно... Хотя я даже не знаю, вряд ли у кого-то в современном мире может быть такая дача с какой-то скамейкой, одноэтажным домом... Это... В чате спрашивают, это Легасов? Ну да, хуенно попозже, но они решили просто изменить имена, и его вот здесь будут звать Леголасов. По-моему, это какая-то зона отдыха. Чё сказал, блядь, какой ухуй. Даже не зона отдыха, а... Как-то пионер-лагерь какой-то, чё-то типа того, я не знаю. Так, ладно, давайте перемотаем эту великую актёрскую игру. Я тебя тоже. Только что, это меняли. Да, походу, это реально актёр из водителя для Веры. Просто пиздецкий старый. Женщине можно Оскар или Эмми давать сразу, я считаю. Чтобы вы понимали, да, то, что это Советский Союз. Потому что, понятное дело, что у наших сериалоделов нет нормальных декораций и возможности передать советскую эпоху, поэтому они везде будут пихать советские автомобили, найденные на каких-то ретро-выставках, чтобы, ну, типа, они мимо приезжали. Ну, это же Советский Союз, понимаете. Здесь у нас москвичи и Волги. Чувак из интерна. Быстрее, давайте, быстрее! Борее радиации. Не, вот до конца первой минуты было непонятно вообще, о чём этот сериал. То есть о каком-то мужике на шашлыках. И только сейчас появляется что-то, что намекает на то, что это вообще сериал про Чернобыль. Да, ну, важно понимать, что поскольку это трейлер, ну, неплохо было бы с первых кадров. Чтобы было понятно. На 9 часов 8. Кажется, если я сейчас уйду с Васей, обязательно что-то случится. Ну, что с ним может случиться? Да, с ним может случиться, потому что его на тросе. Блядь. Я просто не смотрел, как бы у меня это видео на мобилке играло, пока я зубы чистил. Поэтому я не смотрел, ведь раньше. Как же на отъебись, как же им насрать просто. Блядь. Его на тросе дернут, короче, в правую сторону. Ужасно, трагичная судьба человека, привязанного к тросу. Вы хотите, чтобы он заразился от Вас? Вы этого хотите? А, все, злые американцы... Вы хотите, чтобы он заразился от Вас? Нет? Немедленно прокиньте стопку, гражданка. Появились. Прошло полторы минуты, злые американцы. Кто не знает по сюжету, аварию на Чернобыльской АЭС устроил... Вот зачем вот так руку держать? Зачем? Тебе что, кто-то передает что-то сзади? Нет, там решетка. Вот чтобы что? Швейцар, блядь, что ли? У тебя как бы там это, блядь, поплаток на предплечье? Не, нихуя. То есть, единственное, зачем вот человеку в возрасте может потребоваться держать вот так руку, это чтобы понять, пёрнул он сам или нет. Я хочу сказать, чувак из интернов, он же там постоянно как бы дурачка играл, но на самом деле нет. Американцы, американский спецагент пробрался и устроил. Я даже не знаю, как эти кадры разбирать. Это настолько плохо, это настолько дёшево, это просто какой-то кошмар. При том, что ещё и люди все, это же, ну, типа, должно быть практически уже начало 90-х, то есть конец 80-х, уже, типа, последние годы Советского Союза, но все, кто в кадре, находятся одеты как будто 50-е, как будто война только закончилась, я не знаю. Я не знаю, я в России когда жил, все ещё так ходили. Бабки старые, ну, типа, хамон. Я не знаю, вот как бы у нас... у нас в подъезде вот бабки сидели вот примерно в таком облачении постоянно. То есть... Просто как у них удалось настолько плохо даже эпоху передать, я просто в шоке в полнейшем. Ладно, давайте посмотрим на Эйвил Американс. Божественный английский язык, просто... Видимо, в этой, блядь, железной коробке кнопка отключения и РБМК. Я не знаю даже, что... И вот это... О! Майк Америка, брейка, да. Вообще жесть, посмотрите, чуваки. Ну, во-первых, актерская игра, конечно, это, видимо, женщина, судя по форме, возвращается из Афганистана. Но я... Чего хочу сказать? Это просто жёстко... Жёсткий проёб, потому что это электричка современная, которая сейчас в Подмосковье ездит. Сняли они её. Хотя нет, может быть, это какая-то украинская электричка. Ну, она точно современная, абсолютно, кто ездил... Ну, это реально пиздец, потому что я ездил в электричках регулярно. В Москву, из Москвы какое-то время. И... Ну, году в 2009 таких электричек не было. Была здесь, блядь, синяя сорковая хуйня историческая. 90-е в электричках, куда-нибудь на даче или ещё куда-то... Даже когда я в последний раз в России был всего 10 лет назад, не было вот таких электричек нихуя. То те люди знают, что они выглядели абсолютно не так. Там даже иногда деревянные сидения были. Вот эти сидения, это новодел. А связано это с тем, что все всратые старые электрички их перекинули в Пердяевки вообще подальше от самых популярных... Я застал ещё вот... Совсем недавнее время, по сути дела. Ничего перекинуто нихуя никуда не было. Я когда последний раз в Москве был, только ещё Сапсаны, блядь, появились ёбаные. Я на них не ездил ни разу. Вот. А по тем маршрутам, которые мне были нужны, там, ну вот, которые там до Клина, по-моему, едут, там были древние вот эти зелёные электрички всратые. Один раз я помню, едут на электричке, внезапно она останавливается к хуям. Ну, что случается там. Останавливается не на ословке, а просто И раздается голос Значит То ли машинистки, то ли еще кого-то Ну, голос машинистки, по всей видимости Голос говорит В динамиках Внимание Убери башмак До сих пор не знаю, что имелось в виду Но это со мной осталось На всю жизнь, блять Если кто-нибудь Может мне пояснить Какой секретный код содержится Во фразе Внимание Убери башмак То, пожалуйста Поясните Насколько я помню, башмак Это у паровозов старых Вот эта вот хуйня на усы, похожая Которая стопает То есть Это хуйня, которая нужна Она как ручник, короче То есть Чтобы, блять, эта хуйня не укатилась По рельсам Рельсам у себя не наклонная Подпорка для колеса, короче Ну, типа Откуда подпорка для колеса взялась На полном ходу Поезд Да, да, блять Откуда она высралась Почему мы с путей не сошли Если там, блять, подпорка Ну, как транспортных узлов И... Внимание Трогаемся Нихуя ты оперативный Просто, видимо, в съемочной группе Было в лом ехать Поэтому они сняли в каком-то чистом Современном Вагоне электричке Какое говно Ну, странно, что К этой, ко всей массовке Тросы не были Мне очень нравится Как он за жопу Ее цапнул Перед тем, как дальше Побежать на счет Типа, актерство, актерство Ну, цыпочку-то зацепить Нормально по дороге Не, если серьезно То я прям предвкушаю Накал вот этой погони За американским шпионом По электричке Я думаю, что Гоблин и там Клим Жуков и все остальные Будут довольны Вот это просто конфетка Это реальная правда Всем очень понравится Не, если У Гоблина с Климом Жуковым Будет на это говно Положительная рецензия То они новое дно пробьют Короче, после этого Следующий уровень будет Можно будет просто Встать и поаплодировать Как в фильме Рокки 4 Блядь, просто ебать Даже я такой хуйни не ожидал И там Гоблин, блядь Рад стараться Такая О, блядь Наше кино поднялось Наконец-то Но Я сомневаюсь Даже я так не считаю Кадровочком Это уже второй раз За трейлер Когда они В течение 15 секунд Орут Оля Мама Такое ощущение Что диалоги к этому сериалу Писал чувак Который писал сценарик Хээви Рэйн Там тоже Постоянно кричали Шон Джейсон Ну это Просто Я даже не знаю Как это комментировать В здравом уме Зачем? Зачем вообще это говно? Здесь нельзя оставаться, поехали. Зачем вообще это говно в сериале про Чернобыль? Я уже с вами подка... Не, ну иначе мы не поймем, что это трагедия. ...про сериал говорил о том, что стопудово снимут какую-то драму говняную, просто ужасную, всратую, которая никакого отношения в принципе не будет иметь к аварии на Чернобыльской АЭС, так они еще американского шпиона приплели какого-то... Мне сначала показалось, что тут не с хуя абсолютно кадры каких-то гладиаторских боев из, блядь, из сериала «Спартак». Тут просто трясущиеся камеры сняты, эти ребята. Вот, и поэтому... ...поэтому я немного охуел. Я просто не понял, на что я смотрю. Это я вообще не уверен, что это они сами снимали. Мне кажется, это официальная хроника или... Не знаю. ...либо они людей на крыше третьего... ...либо просто в HBO своровали. Не, вот это уже они сами сняли. Вот тут сомнений нет. Вот этот кадр... Вот этот кадр, это сразу видно. Это сериальный, ну, серьезный уровень операторской работы, постановка кадра, да. Цвета больше соответствуют настрою, так сказать. ...чтобы понять. Ах, злые, противные, да, вот эти. С одной стороны, вроде как, здесь шпионский разведчик американский, но с другой, вот эти наши... Давайте, чтобы парадом можно было ходить. НКВДшников еще поставят, я уверен, которые будут расстреливать тех, кто не будет идти на крышу. Ну и, конечно, лучевая болезнь, вот эти вот точки на лбу, тут все. Больше похоже на угревую сыпь, акне, но... Ну, больше на беснушки похоже. Момент слишком трагический, чтобы над ним шутить. Знаете, верю, верю. Вот в этот кадр верю, потому что... Я как-то раз был на уроках актерского мастерства, со знакомым пришел, он типа, ну, позвал, может быть, я захочу списаться и все такое. И там чувак такой был, который вел эти уроки, он говорит, если изображаете переживания, раздувайте ноздри. И вот она была, она училась там же. Чернобыль. Многосерийный телевизионный художественный фильм. Я жду, я жду выхода, чтобы смотреть его. Я не знаю, я хочу посмотреть все, все серии. Узнать, что же там за шпион, который скрывается в электричках. Узнать всю правду, узнать, как бы, насколько низко может пасть актерская игра, человеческая, если платить актерам с сухариками три корочки. Потому что именно ящик сухариков три корочки был бюджетом этого сериала. Великолепно в любом случае. Я под большим впечатлением. Три минуты, казалось бы, идет, да? А эмоций подарил больше, чем многосерийный сериал, который, ну, HBO сняло. Я супер доволен. Это невероятно достойно. Хорошо. Хорошо. Скорее бы просто вот тут, ну, типа, хочется как Кардман себя в серии, где он какую-то приставку ждал заморозить и проснуться, когда это уже выйдет. Спасибо, ребят, что посмотрели это вместе со мной, потому что один я, боюсь, бы не выдержал. И всем удачного. Да что уж там, хочется стереть память, чтобы посмотреть это снова, конечно же. Времяпрепровождение, в ожидании премьеры. Так.